до 49 то есть напомню тема мы сейчас рама наша звучит очень важной важному понятию называется аллаха лемуше миссиной вот есть на первой партии здесь еще ксерокопии можно взять если тут еще две книжки которые гуляют может тоже взять 49 страница так вы есть такое правило называется холлаха лемуше миссиной аллаха к муше синая и рама спрашивает секундочку но ведь все законы все аллахот мы получили от муше синая почему же есть такие аллахот кодоваться аллаха муше синая ведь все мы получили на синае все это аллаха муше синая и рама здесь нам учит два важных две важные основы принципа первый из них первый из них что мы уже говорили это много раз этот принцип и сейчас до него дошли что то что мудрецы давайте может прочитаем чтобы виза в памяти и и потом мы еще раз это объясним до я читаю на 49 странице посредине в талмуде ты можешь заметить рассуждение не не это вы это вас законы чувы а мы что находится в предисловии это в книге там там будет и можно видеть рассуждение на тору вздохонах торы до столкновению мог на поле директором битвы то есть когда мудрецы спорят в талмуде натуриную тему поиска доказательность истинности толкования подобных упомянутых вот как говорят его словах плод дерева великолепного так называется и трог при эцгадар когда вы в торе нас напишешь нужно взять и трог то не написано слово и трог а написано возьмешь себе в руки при эцгадар вроде как обычно это переводит плод дерева великолепного при это плод это дерево аетр это великолепный привет гадар возьмешь себе в руки плодила великолепного откуда мы знаем что это и трог ведь написано второе возьми и трог обязательно плод дерево великолепного вопрос к вам откуда вы знаем что это и трог не подводи по очереди плод дерева великолепного при при адара плот где секунду где я написанный трог в тур я ищу о вторе автория писано не написано слово и трог ни одного раза от откуда мы знаем что это и трог нет то что вы здесь разно каким-то образом с темой но я специально видит я спел это это такой при чек это что-то учит всегда захочешь что-то учить не верно дерево имеет на вкус не отсюда мы знаем есть такое и написано и все верно ты говоришь но это не ответ на вопрос откуда мы знаем что плод дерева великолепного это и трог откуда же мы знаем это нет не дай бог боже упаси откуда мы знаем что то что мы ставь то ли при эдгадар плод дерева великолепного это и трог а о поэтому я возвращаюсь к этому сто раз и сто раз это мало что же то раз вернуться нужно ты еще раз ему ты тысячи тоже мало это вещь которую нужно установить установить устанавливать глубоко пока это не ставить мировоззрением мы знаем у нас устная тора мы получили от всевышнего на горе синой узкую тору всевышнего сказал что нужно в суку взять в руки и трог показал нам и трога стал возьмите его в руки то что написано в письме на тексте торы говорит здесь там сейчас я читаю да он говорит давайте сейчас перескочим секунду на не стану быть есть где-то на русском секунду но больше ответить мне ручка ими а это здесь же поднимитесь там ли мечтали нас предложение выше поднялись до слова однако видите однако написано у вас на соревнования однако при том что эти стал толкование общеприняты них нет разногласий то есть все законы которые получили устно даже те которые были выведены правила толкованием торы во время и ушах и муж и них нет разногласий заложенная в тексте торы мудрость божественно места дает возможность вывести толкование методам силогизм правила толкования торы то есть получается что письменный текст он всегда отражает себе теми иными намеками или видами написания известный устный закон на горе в синае все еще я даю вам обязываться сухот взять и трог в руки где я намекаю об этом вторе на этот закон в особенно написание фразы при эцгадар плод дерева великолепно что там особенно в этом написании потому что не написано при эцгадар как мы обычно переводим плод дерева великолепного потому что если бы было написано плод дерева великолепно при щель аэцгадар о при эцгадар то есть буква г либо слова шель делают как за соотношение то есть я если плод дерева тоже дождат или при аэц или при щель из а если я нагрузу на видите при эц тот правильный дословный перевод будет плод дерево не дерево не че чего-то а плод он есть дерево плод дерево это странное написание как же плод дерева есть дерево уделить плоды нужно плод дерева но ведь и не написано плод дерева написано плод дерево при они приехали поэтому здесь намекается на то что это и трог теперь мудрецы спрашивают а как в этом написании что особенно в этом написании что тора пропустила здесь букву гей что то что как это намекает что как выражение дерево плод дерево как это намекает на то что ему как же мы трог какая-то связь так об этом люди спорят и говорят потому что значит плод дерево первые одно мнение говорит потому что вкус плода и тот же вкус есть и у дерева обычного выше деревьев нет вкуса но у трога у дерева есть вкус и трога поэтому кто будет и домой на этом в саду и трогал укусите дерево совершения хозяина сада и почувствуете есть на нельзя конечно потому что дерево но вкус во рту как будто укусил цитрусовое что-то а если укусите лимоновое дерево то вас такого не будет яблоку яблоко не укусить не почувствуете вкус яблока у трога это так я проверял лично кусал дерево я вам рассказал эту историю да второе второе мудрецы второе мудрецы говорит есть еще один намек что именно фраза что и что и трог отражается в платье во фразе плод дерево потому что обычно плоды на дереве появляются от сезона к сезону дерево все время есть а плоды не сезоны то что написано плод дерево имеется ввиду что плод и дерево они равны в чем что также как дерево все время существует так и на дереве трога вам целый год есть плоды нет сезона у и трога целый год на и трога вам дереве есть плоды как мы вчера говорили да можно найти такие огромные троги емецкие троги такого размера которые много месяцев что их не срезали, они большие такие, огромные, надутые там и так далее. Что они там полгода могли быть на дереве и так далее. Есть третий намек. Третье объяснение мудрецов, как фраза «плод дерево» отражает известный устный закон, что и трога-то и трога, а не банан там и так далее. Плод дерево, имеется в виду, что обычно дерево все время находится, и оно питается водой, правильно, сосет воду из земли. Но плоды, они же не все время находятся на дереве, а только в сезоны. Поэтому есть периоды, когда плод находится, и этот плод, он питается водой из земли. Теперь вопрос, вода, которая находится в земле, она к какому периоду относится? Это дожди прошлого года, либо это уже дожди нового года? В зависимости от этого мы будем считать годы там Маасера и так далее, будем отчитывать, когда считается Маасер деревьев и так далее. Поэтому в Тубишват, почему мы празднуем праздник Тубишват? Ну праздник, это не праздник, но почему это есть дата Тубишват? Потому что в Тубишват это как раз посредине зимы плюс-минус. И говорят, что до Тубишвата большинство дождей уже спустилось. Поэтому мы знаем, что все плоды, которые были на дереве уже до Тубишвата, они питались еще дождями прошлой зимы, прошлого года, которое в земле есть. А все плоды, которые уже будут появиться на дереве с Тубишвата, мы знаем, что они будут питаться дождем, который в этом году сошел, вписал там землю и там находится. Поэтому, а уйтрога это не так, потому что уйтрога плоды на дереве весь год, круглый год, так они питаются водой круглого года и этого года и прошлого года. Поэтому мы сказали, что мы увидим дискуссию между мудрецами, а как отделяется массы, от какого года считаются фрукты, ведь целый год они пьют воду, всего года, не по сезону. Поэтому между мудрецами есть только спор, как фраза «плод дерево» отражает известный узный закон, что это итрог, то есть нет спора, что это итрог. Ну по вкусу это раз. Да, ну так и в этом спор. А второе это что? Второе это, что все время плоды находятся на дереве, как и дерево само существует все время, так и плоды все время. И третье, что они питаются водой целого года, а не по сезону питания. В отличие от других пирогов. Такая, это не качество, вахт не отражается, дерево. Дерево тоже, любое дерево весь год питается. Правильно, так и плоды итрога питаются весь год, а у других плодов плоды питаются водой только определенного сезона, скажем, если, скажем, сейчас начали после тубишвата расти новые апельсины на дереве, то получается, что они пьют воду этого года, и мы их относим к плодам после тубишвата. Но если у меня были уже апельсины на дереве до тубишвата, то я знаю, что большинство воды они впитали до тубишвата, то есть с дождя прошлого года. И поэтому я их буду относить к масеру прошлого года. Поэтому у меня может быть два дерева фруктовых. В одном плоды начали сейчас появляться, а в втором уже плоды были спевшие. В тубишват это будет граница, которая разделит мне, что это масер к этому году относится, а это масер относится к этому году. То есть это называется Новый год деревьев. В чем их Новый год? Имеется в виду Новый дождевой год. Потому что большинство дождей в тубишвата уже заканчивают спускаться. Поэтому от этого мы будем считать, куда фрукты относятся к этому году для масера. То есть нет спора между мудрецами, что это итрог, потому что так молчилинно говорили Сина и в устной традиции. Всевышний пришел, дал нам итрог. Нет у нас спора, что фраза приэтсагдар, плод дерево великолепного, отражает идею того, что это итрог. Вопрос, как он отражает? Какая связь? То есть мы знаем, что это итрог, мы знаем, что это пасук, который отражает. А как там отражается? Об этом смотрят мудрецы, что пасук написал таким образом, чтобы сказать, что вкус дерева, как вкус плода. Вторые мудрецы говорят, что этот пасук отражает связь с тем, что это вода этого года. Третьи говорят, что это плоды все изгод находятся на дереве. Кто прав? Ответ? Все правы. Потому что все три смысла, они все смыслы релевантные. То есть мудрецы на самом деле не спорят с друг другом, они дополняют один другого. Только мы, когда учим, нам это кажется, что это спор. То есть мы сейчас пытаемся воспитать в себе правильное отношение к понятию спору между мудрецами. То есть те немногие споры, есть много споров, но по отношению к тому, о чем не спорят, это маленький процент вообще. И вторая вещь, и там о чем спорят. Не о принципах, что есть такая заповедь. Допустим, еще пример, там не знаю, допустим, чтение Шма. Когда читается Шма вечером? В какое время? Одни называют одно время, другие называют другое время. Третье время. Вопрос, спорят ли мудрецы о времени? Не факт. О чем они спорят? Всем известно, что Шма читается вечером. И все знают, что это со времени выхода звезд. Вопрос, может быть, либо какой пасук отражает эту Аллаху, что со времени выхода звезд начинает читать течение Шма. Либо даже, может быть, спор нет по самому пасуку, что он отражает, а как он это отражает. То есть всегда спор, он не в принципе, не в самом законе, а в том, как устный закон отражается в письменном тексте. Но не о самом. А если такой, ой, все не знают, это и трог, не трог. Нужно ли читать Шма, или нужно ли читать Шма? Об этом нет спора такого. Это все знают, все это принято на горе Синай. Понятно? Теперь все эти законы приняты на горе Синай. Поэтому, допустим, вас просят вопрос, я знаю там, откуда мы знаем, что нужно делать обрезание? Давайте, сейчас экзамен провожу. Александр, откуда мы знаем, что нужно проводить обрезание? Всевышний сказал правду, что только заповедь на земле ваша. О, то есть я плохой вопрос спросил у тебя. Почему плохой вопрос спросил у тебя? Ты прав или не прав? Ты прав в том, что наш отец сделал обрезание, ему сказал. Но здесь еще одно из правила. То, что мы сегодня делаем, исполняя заповеди, даже те, которые делали про отцы, это не потому, что так про отцы делали, а потому, что Всевышний нас второй раз на горе Синай снова обязал это делать. Если бы Всевышний нас на горе Синай второй раз это не обязал делать, то мы бы, может быть, продолжали это делать, как традицию, как обряд, а может быть, вообще бы и не делали. Но Всевышний нас второй раз на горе Синай не обязал делать обрезание. И то, что нас формально обязывает делать обрезание, это не то, что Абрам это сделал, а то, что нас Всевышний, на горе Синай, как народ, обязал это второй раз. это правило рамбом пишет и в комментарии к мечне то есть все эти заводи которые процы уже получили и мы их сегодня исполняем не потому что в процессе их получили а потому что второй раз нагреться на все выше нас обязал и это то что это токов это что дает как бы обязанность их исполнять где сказано мы видим в книге мне мы видим что второе книги шмот и в других книгах все выше 2 говорит нам что обрежьте каждого на восьмой день и так далее то есть нас еще раз то текст фигурирует конечно же это не просто так и сказали а второй раз в виде вторе второй раз снова эта митва возвращается если этот авраам зачем нам снова нагреться на это говорить поэтому узнаем из устной традиции что поэтому более того раньше в комментарии книги ушла приводит мнение стал муда который говорит что то обрезание который делает авраам она операционно отличается от того что мы с вами сегодня делаем как вы получили на бересинай то обрезание к здоровью который сделал авраам это сегодня так арабы обрезается чисто обрезать правильную плоть вот если вы хотите чтобы а это не значим этом обрезается но не то чем они делают а сама сама операция это да они чисто обрезать каранную плоть мы на горе синаи получили еще одно действие всегда могли после обрезания что он делает зато приятными надрывание внутреннего такого слоя да у него есть ногтями он там обычно надрывает немножко это внутри такой есть еще покрытие которое он вот немножко так надрывает если его не сделали то обрезание не кошерное получается то как сегодня обрезается арабы не брюс как авраам если сегодня сделать нам такое обрезание нужно переделывать не знаю там взрослым уже нельзя это переделать это вещь исчезает но если ребенку это сделать нужно переделать это не кошерное обрезание то есть получается что и операционно наше действие которое получили горе синаи отличать того что дело в рам так раньше и ушел где описывается что вижу обрезал всех приходе в землю израиля там было его тара лед там была такая гора обрезание это самое до приходе земли израиля ну что они в пустыне не обрезали 40 лет поэтому песок они делают пустыне не 40 лет 38 лет да то то там и ушел сделал обрезание поэтому еще одел потому что был единственный у кого была устная традиция все страны родились основа поколения они вообще не знают как делать обрезание и только и ушла кто был учеником муше и он получил то как делается правильное обрезание он всех обрезал лично сам то есть такой был могиль поэтому я тебе спрошу другой вопрос скажем и откуда мы знаем что нельзя есть мясо с молоком неверно сразу неверно неверно ты прав что написано но не поэтому а о мой потому что многовестная всевышний нам сказал не кушайте мясо с молоком где в письменном тексте отражена отражен этот запрет три раза в тексте на письмом стал три вещи не кушайте мясо с молоком не варить и нельзя его варить нельзя получать этого пользу где в письменном тексте это написано три раза написано этот запрет в разных контексте отражая только отражая этот закон никогда письменный текст является источником закона оседается отражением известного устного закона меняем вам все как устой романом мы до этого неправильно мыслили и поэтому когда люди доходы чинить талмуда и сегодня к сожалению это не только ошибка что думаю часть того что реформисты говорят и люди там и если формиста есть еще 2 такие консервать консервать консервативная и так далее и все там и что они говорят не как они из этого пасука столько всего там выучить на из той вообще не пистоле написано отдыхать день субботник откуда там 39 работ ошибка то это не просто ошибка кто гморочит неправильно понимает связь между письменным текстом а это приводит людей к тотальной ошибки что я говорю а где в туалет написано нет всевышний нам устанавливались на все объяснил все научу все показал писем рамы про мудрость писанного текста торы что он отражает в себе известный устный закон поэтому когда мы спрашиваем откуда вы знаем что в шаббат есть 30 день запрещенных малоход ответ так мы получили на горе сина и в устной традиции где намекнуто в письмо тексте торе на эту идею о тем что запрет на шаббат и запрет на строительство храма на и работ в храме они находятся в тексте смежными одна за другой потому что мы узнаем что то ли порядок тем смехут называется в талмуде это правило она она не случайно и она принципиально поэтому иногда всевышний вторе и машина пишет две разные темы не принципиально чтобы вместе писали храмы шаббат а почему они вместе написано и в таком порядке чтобы оказать что малоход которым строится мишка мишка переносной храм это те же малоход который заделать шаббат то есть мы не начинаем из писаного текста никогда мы всегда начинаем из устной традиции поэтому хасвишалом если будет ситуация сегодня что не дай бог хасвишалом погибнут все ученики устной торы люди ческолько придется устной торой сегодня и ставится только шурхана рук только письменная тора и так далее у нас нет торы потому что письмо текст только отражает известный закон если начнешь из текста учить ты придешь к такому маразму ты придешь к вещам странным ведь ты без текста писта глаз за глаз зуб за зуб а теке и руку этой женщине который мужчину схватил во время драки за за его мужское место и так далее ты ни одной заповеди сможет возьмите мне хотя бы один пасут покажите что вода из этого пасута я смогу исполнить точно западе как как должна быть нет такого посылка в торе только потому что позуга допустим говорит пасук обрежьте мужскую особь на восьмой день где в то написано где его обрезать что обрезать конкретно сколько как это делается в шаббат тоже праздники а если он больных то ребенок где писем тексте все это написано смещаясь писаного текста втором и никогда к этому не придем а мы знаем устной законе что нужно восьмой день обрезать но где-то именно мальчиком именно на мужском месте где это отражено письменном тексте потому что писано обрежь именно захар написано мужскую особь то есть то что отличает мужскую особь от женской на том месте отличить отличительном там сделал обрезание вы только отражение известного узла закона что мальчика нужно на этом месте обязательно история слова орла и обрезание на и написано еще в подачи двум органам и к сердцу что должно обрезать сердце и уши потому что орла это закупорка герметичность если там на половом органе есть она сердце что ты свое желание на желание противоречие всему не слышишь что бога тебя хочет есть закупорка на ушах так называемое духовное поэтому кто учить торгу и секунду в то ли три раза написано слово орла по отношению к органам разным где его нужно обрезать этого мальчика давайте сделаем у нас три сына одного на ушах обрежем но на сердце другому обрежу полу орган а четвертого все его обрежем чтобы исполнить побыть и по всем мнениям чтобы точно уже считалось только зая покоречили ребенка поэтому никогда никогда мы начинаем с письменного письменного текста начинаем с известного устного закона который отражается те или иные мудрым способом вторе намеком написанием пропущением буквы новой в добавочной буквой с сопряжением темы повторным с повторным повторением с разными словами или подобное же слов включается в одной митве а потом подобное же слов включается в другой митве и мы берем известную аллаху из этого темы и и учим туда но не как источник а только отражение известного устного закона всегда в талмуде спрашивают вопрос где отражается данная тема поэтому никогда никогда на любой вопрос откуда мы знаем что нужно одевать фили на руку вопрос давайте тренироваться откуда ну мы значит уже детьми на руки над глазами откуда мы это знаем машера беда на горе сина и научил нас всевышеном сказал муж и передав машина что одевают фили между глазами не здесь какие индусы между глазами здесь почему так еще сейчас наша тема да он показал филин и учил как их одевать где намекнуто отражено в письме на тексте торе этот устный закон о и спасут на руки свои и так далее но если чё спасу к то ты придешь тому что должен быть здесь на руку твою на какую бейн написано бейн и нехо между ваю ли тут афот бейн и нехо и вообще без что от филин и что будут знаки откуда значит филин знаки и знаки такую руку и так далее то есть ты никогда не можешь взять ни один устный пасук и с него прийти к полноценным исполнением заповедей поэтому это правило как мы сказали там важно не только в понимании торы талмуда и завершение устной писания тора это правило принципиально в том что люди приходят к фире к фира это или тик как бы они выходят против тор как реформисты где фире написано где фире написано поэтому не так борется с раввинами цепочка устной торы хотят сейчас разрушить роль главный равенад потому что главное в ряд эта цепочка устной торы поэтому сейчас главная война реформистов идет к 7 лавров через наше правительство левое чтобы разрушить главный главный равенад израиля и чтобы когда он отменится то каждый будет историю толковать и это не новая тема у нас тема уже была секунду затем это было где караины нас уже были караины которые 20 человек они они взяли взяли письменный текст без устной традиции начали его понимать по-простому сначала было все так оригинально сидели в торе в шаббат в темноте и кушали холодную еду и все потом начались проблемы потому что ведь тексты каждый устный письменный текст можно по-разному воспринимать толковать и так далее в итоге их возникло столько споров ну столько споров везут традиции что они просто у ним поэтому где сегодня есть народ караимов всегда есть такое правило духовное что тот кто идет по настоящим путями торы он в итоге остается и он есть народ израиля а те кто сектанты такие так далее они там много шума делают там за людей собой ведут но через два поколения исчелись где народ караимов народ израиля есть стороны с традицией где караивы зотика такая там живут в карпа не карпа да в крыму там еще не буду где эти тюкей сдуки которые были вообще их нет идеи в мире остались там и тут сегодня наши реформисты и идут с этим флагом нет так даже как реформисты откуда мы знаем что что это неверный путь потому что нет второго поколения реформистов у родителей реформистов нет детей реформистов и внуков реформистов нет почему потому что они гои потому что они женятся с неевреями и живут обычной в американской французской английской жизнью нет у них поколение третье поколение я третье поколение реформистской семьи нет такого родители реформисты дети гои все им вообще никого из не нужен отсюда мы знаем что реформист это неверная идея не только потому что там скажем логически это неверно там по факту мы видим что нет не может быть такого народа поэтому те кто сегодня приходит и ты меня реформистом пытается в нашем государстве стиль форма открытие да и сделать доступных для всех обучить дьюр и так далее это самоубийство это ассимиляция здесь к сожалению наше правительство они этого не понимает только один человек который там это понимает беннет это то кто делает эту реформист он первый кто поехал к реформистам в америке будучи министром образования никогда государство израиль не признавал официально первым кто свой официальный визит в америке чем будучи министра образования сделал миски общины в америке тем самым дал им легитимизацию он тот кто придумал систему разделения котеля на 2 котеля и так далее это его идея и так далее не наша система то есть это попытка дать легитимацию реформистом официально здесь разница по сути между консервативным и ортодоксальным но реформисты я в данной нагида в ответ я давно одна нагида разница между консервативными реформистами в 10 лет это разница в 15 12 это разница не по сути этого времени это по сути разница по сути нет разницы по из разница во времени они не отвергают 39 работ на 3 9 работ в шаббат есть 39 производных то есть 1521 запрет ну вот об этом речь у консерватора по крайней мере а вот что это ни в коем мире там не отвергают разница между консерваторами и реформистами разница между консерваторами и реформистами в 10 лет то есть те куда эти прошли эти через лет это разница а разница между ними всеми и иудаизмом это мертвый и живой христианство иудаизм есть мертвый бог и живой бог это две разницы то мы должны вернуться к рамбаму к продолжению мишни поэтому это правило мы она принципиально важно то что мы сейчас учим до запрет молочного с мясным получили нагрессина и всевышний нам объяснил рассказал научил и мудрость писанного текста торы такова что это то что написано художественные такие как бы истории до повествовающие которые сказали тренинг мира этом и яков с его сыновья египет рабство выход из пустыни заповеди вплетены в этот художественный рассказ это интересная вещь блин это как-нибудь поговорим то как почему торток написано не как кодекс допустим тем не менее мудрость писан текста торы отражает известный устный закон поэтому навсегда на любой вопрос откуда мы знаем что ответ мы так получили в устной традиции на горе синаи а ты хочешь знать где это намекнуто написано тексте торы то что сейчас тебе сказал я там уже сказал да откроет алмут и посмотри какой пасук нам отражает эту идею но никогда никогда мы начинаем спасу к тебе что нас да путает две вещи люди не знают устную тору думать что это выдумали мудрецы ошибка вторая вещь когда мы с вами вешивах учим талмуд то у нас такое ощущение что мудрецы из пасука начинают потому что методически так построен текст что как мы пытаемся из пасука понять как в это закон выходит но не нужно забывать что люди которые пытаются из пасука это вывести они вчера-то кушали это мясо они-то знают что нельзя есть мясо с молоком нижней сегодня родились рабе акива родился рабе и шмейли говорят откуда знаешь что на смогу миза есть а кто сказал что-то и трог они вчера сукот был утром они поднимали суку этот четыре вида растения а днем сидели учили вид раши мы просто забываем сделать себе предисловие каждый раз мудрецы не спрашивают как будто не родились они спрашивают технически где это написано неизвестно что они не знают ничего как это отражает это всегда нужно в голове эту эту такую как формулу такую концепцию такую да чтобы не путаться потому что же этому ощущение как будто не спасу к выводит кучу еще думаешь как они из этого что а это только отражение поэтому даже если например у местная традиция и скажем это неправильно но предложим если вы не мы не нашли устный текст который отражает у меня бы это не пугало почему потому что главное здесь устная традиция аллаха устанавливается из мишны и не из пяти книжек не списанного текста торы это не неверно потому потому что письменный текст он отражает известный устный закон теперь есть очень маленькое количество заповедей заповеди а законов заповеди которых которым нет отражения в письменном тексте торе это чисто устная тора это очень маленький свод законов вернее сами заповеди а законы определенные заповеди по моему родиле 30 сейчас рабам их перечислить уже на ранее сегодня поможет и сегодня еще если есть время у них нет отражения в письменном тексте торы вот эти заповеди надо называется аллаха ли мужем и синай из меня то что все законы все аллахот были даны мужчины синай только этот вид маленький маленькой группы закон называется аллахом уже на мужчине синай аллаха муше синая чтобы подчеркнуть что это аллаха мужа синая и у нее нет намеков письма тексте торы это чисто стопроцентная оригинальная устная тора одна из причин чтобы мы знали что устная тора это основа устная тора это серьезно пусть на тора то что решает даже если письме текст и не отменяет хотя на большинство на тотальное количество законов у нас есть намек и письмо тексте торы специально есть такая группа законов которая света чистая устная тора без подтверждения в письменном тексте чтобы одна из причин чтобы у нас выработать так это остро это основное ощущение уверенность как бы и связь живой торой что это устная тора который придается от всевышнего к муше от мушеки ушла ты ушла старейшином и так далее она живет поколениях но и здесь есть полу намеки они не являются есть как бы подтверждением но есть всегда какой-то такой кассива русский дноцит суд такой отблеск в тексте ну да ты всегда в тексте торы полунаймек все равно покажет нам но это уже не является как бы серьезным таким отражением в тексте давайте сейчас прочитаем то что рамман говорит и вы видите всю всю тему что мы сейчас объясняли да и отводить 50 страницу и давайте 49 самым последнее предложение я вам что все это не из-за возникшего 49 страница последнее предложение предпоследнее все это не из-за возникшего сомнения спор между мудрецами да ведь очевидно что со времен и ушла и до наших дней брали каждый год плод цитрона этой трогана на игрите вместе с веткой финиковой пальмы остальными растениями в этом нет разногласий то есть пусть не путает вас то что мудрецы в талмуде спорят а что это что это не не потому что они не знают они только ищут намек в письменных ситуация однако 50 страница переход однако они искали все как писание указание отражение на это общеизвестное общепринятое устная устный закон живут здесь на виски написали толкование таким же образом можно объяснить необходимость искать подтверждение в тексте торе о мирте это адас который мы берем одно из видов четырех растений до вкусов которые берут сукот или денежно взыскание тому кто лишил другого человека какого-либо органа части тела то есть когда мудрец спрашивает а где в торе написано что нужно платить деньги за за выколанный глаз ответ они не спрашивают это написано не знаю что это так мы хотим только ищем отражение в письмен текст этого закона или от замужней дочери коина как выучили прошла что дочь написано в торе что дочь коина должна быть сожжена если она втупила запретную половую связь теперь пусть которого вы там не просто дочь коина а если дочь коина обвенчалась сделали кедушины русин она уже решается посвященный женщина другого мужчины даже еще с ним еще не живет в доме но он ее посвятил сверили в жены и она между этим периодом посвящения и до супружкой жизни вступила в запретную половую себя с другим мужчиной то несмотря на то что она еще не жила в доме с мужем а только была посвящена ему уже по закону тора она считается преступницей и полагается смертная казнь в письмо тексте торы написано только по простому фазу дочкой на казалось бы любая дочкой даже не замужняя если дочь коина которая будет блудствовать должна быть кто прав письмен или устный текст нет мы знаем устный закон что только замуж не дочкой на а мы сейчас мудрецы будут искать в письменном тексте про дочку коина что будут искать какое-то странное написание какой-то намек какое-то толкование которое отражает устный закон и об этом может быть спор какое именно слово отражает этот закон какое слово более точнее или какая формулировка более точнее и так далее в этих примерах и других подобных и мудрецы исследовали изложенную высшую принципу которым объяснили что всегда источником закона является устная тора описанная только это отражает и в этом смысл слов общее и частное сведения закона который как ты видишь мы извлекаем из текста торы посредством дедукции и остальных правил 13 правил 13 оторваний торы они на самом деле все приняты от муше синая только мы ищем источник этого от отражения но хотя бы еще упомянутые толкования принятые от маше не скажут они что это аллаха у каждого мужчины синая то есть меня что все аллахот мы получили синая и без людей столько их отражает почему мы называем все эти аллахота аллаха муше синая закон муше синая рама говорит мы не скажем что утверждение плод дерева великолепного означает что это плова плоды трога миниска мы не скажем что это аллаха муше синая почему потому что в этой лохи да если отражение в писаном тексте торы не стали утверждать что выплата денежной компенсации по создавшему занесена ему телесного вечия это аллаха муше синая почему потому что и на эту лоху есть намек отражение в письменной тексте торы нас уже укоренилась представление согласно которому все толкования торы исходит от муше и либо на них указывает письменная письменная тора либо их можно там вывести посредством силу логизма а что же да мы называем аллаха муше синая сказать аллаха указанная муше синая возможно только о том положении устной торы на которой нет указания в писании то есть в письменной части тора в письменной тексте торы при выяснении его когда мы еще говорят откуда является что это источником нет что является где отражается этот известный устный закон который ты говоришь допустим филин черного цвета где в торе есть пасук который на это намекает искали искали пробовали все возможно нету потому что тот пасук плохо намекает по ну а этот пасук он занят для другой лохи и в торе и тогда это слово тоже очень другую лоху и так далее в итоге мы не находим никакого отражения в письменной тексте торе известная лохи что цвилин они черного цвета они золотистого на которой нет указания в письменной тексте торе при выяснении его не на что опереться в тексте торе в письменной и она никак не выводится с помощью силогизма правила толкования торы 13 правил поэтому когда сказали мудрецы размеры предметов связано с соблюдением исполнением заповедей это аллахам участина и то есть у нас есть не размера визнащи у рим допустим то что нужно выпить там скажем в песок там то что нужно допустим там съесть там определенное количество еды вот это сколько этой еды даю размер и и другие прочие размеры второй связаны заповедямиいつ на эти история у них нет намека вот это будет двум поэтому когда мы сказали то есть мой мудросы размеры предметов связаны собрение исполнение заповедей допустим с какого размера должен быть и трог то что этот rock мы знаем и мы знаем что эту другую какое-то размера а где в письмо тексте тор есть намек на какого размера должен быть это называется Аллаха Мушесиная то встал вопрос, как можно сказать о них ведь указания на размеры есть в его словах в страну пшеницы и ячменя на что было отвечено они, размеры, Аллаха указаны Мушесиная, нет в тексте Торы для них отражения которое могло бы служить в опору для выведения этого правила нет на них указания во всей письменной Торе однако эти сведения были подкреплены словами данного стиха то есть мудрецы нашли что-то что как-то подкрепляет это так вот, те лохот, которые не отражены в письменном тексте Торы они называются Аллаха Мушесиная у него есть никакого подтверждения в письменном тексте Торы то, что мудрецы потом все-таки находят какой-то намек это не серьезная вещь в Талмуде называется словом Асмахта Асмахта Бе Альма это только такой полунамек это не допустим Минаин там или Майкра есть всякие вопросы в Талмуде где когда ты спрашиваешь то ответ там пасук тут нет такого ответа Говорят, ну ты это Асмахта Бе Альма это только полунамек такой это не серьезно поэтому вот этот список законов устных на которых нет никакого намека и правило 13 Тагван Торы тоже не помогает нам найти источника в писанном тексте называется Аллаха Мушесиная Аллаха Дан Мушесиная сейчас Роман их и перечислит и может служить всего рода знаком позволяющим сохранить и восстановить в памяти то, что в итоге находят какой-то полупасук такой это только чтобы была какая-то привязка к тексту чтобы не забыть этот закон чтобы связь была какая-то чтобы не потерялась как бы традиция передачи это чисто устного закона ведь одна из принципов связи между писанным и устным текстом что писаный текст позволяет нам сохранить устную традицию чтобы устная традиция она ведь была незаписанная устная здесь опасность, что она заботится испортится будет там неточности поэтому когда у меня есть текст писанный который это отражает то он заставляет меня как бы да, все время вдруг приходит кто-то говорит какую-то устную традицию мы ее там забыли не помню и так далее Мы начинаем в Торе проверять, искать. Если мы находим этому отражение, он говорит, о, это точно есть. Потом мы ищем, ищем, ничего не находим. Секунду, это Аллаха, у которой нет никакого отражения в описанном тексте Торы, ты ошибаешься, у тебя неправильная традиция. Это Аллаха не проходит в Шуха на Руху, Зеу. В Вишнула не проходит. Но если этот человек говорит нам фразу, у меня есть традиция, то есть не просто там человек с улицы, а это известный раввин, говорит, мидраши, учился, раввин, и он говорит, Ребята, то, что вы не находите, это не проблема, потому что я получил из своего раввизма, получил из своего раввизма, что это Аллаха Муша Синайя, значит, у нее нет чего, чего у этой Аллахи нет? Подтверждение в писанном тексте Торы, и так он известный мудрец, и известно, что он продолжение цепочки, вязающей устной Торы, то принимаются его слова как истинность, и эта Аллаха остается. Скажем, приходит, кто-то говорит, там, сверим черного цвета, начинаем искать в Торе, находим этому никакого намека в писанном тексте. Говорит, ты ошибаешься? Он говорит, я не ошибаюсь, у меня есть традиция Аллаха Муша Синайя, а это Аллаха Муша Синайя, мы все знаем, что это мудрец источника Торе, мы принимаем это. Поэтому, опять-таки, это вещь опасная, не каждый, кто с улицы пришел, шалом, у меня есть Аллаха Муша Синайя. Как с пророком, как мы учились с вами, с пророком, которого проверяют и убивают, так и этого обманщика, ему и мудрецы найдут, как решить его, кстати, избыток его творчества, излищество его творчества, воображение, что он мудрец Торы, ему помогут от этого избавиться. Ну, а то, что мудрецов есть полномочия, там, и казни делают, и так далее, и так далее, и так далее, с мудрецами не шутят. Но не в этом назначение стиха, как неоднократно сказано в Ламуде, увязкость стихом малоубидителен. То есть, то, что сказано здесь, асмахта и беальма, на русском написали, увязкость стихом неубидителен. То есть, даже такой лахе, которая только есть в устной источнике, и нет никакого отражения в письменном тексте, даже когда мудрецы находят ей какой-то намек, это называется асмахта беальма, это здесь, на 51-й странице, это последнее предложение, увязкость стихом неубидителен, но и верите, эта фраза в Ламуде асмахта и беальма. То есть, это чисто намек такой, и она нужна для того, асмахта беальма. Сейчас я поздно его напишу. Это намек? Да, это чисто такой намек, чтобы было на что положить, чтобы связь была устная какая-то с письменными, чтобы мы не забыли узкий закон, так нашли какой-то полунамек. Ну, сейчас это принято фраза асмахта беальма. В Талмуде да. А в жизни? Нет, сегодня у нас абсолютно другое значение этого флага. Сегодня это слово асмахта, в современном иврите абсолютно, асмахта, когда вы в банке перевели кому-то счет, то вы хотите показать своему домоздателю, как-то, квартиру сдают, что вы ему перевели счет на деньги. Вы печатаете такую бумажку, где написано, что вы ему перевели там тысячу шекелей. Вот эта бумажка называется асмахта. То есть, это не само подтверждение, там, печать с банка и все, но это такая, намек такой на то, что я сделал перевод. Если он вам верит, он на это положится. Но если он вас подозревает, что вы уже там это самое, то он скажет, принеси мне официальную распечатку счета с печатью там и так далее. И сегодня, в Семьяновиде, это смахта, это тоже такое, ну, это не совсем подтверждение, но оно не официальное, там, оно в суде особой роли играть не будет. То есть, для суда нужно будет привести более серьезные доказательства. Ну, скажем, допустим, мне сейчас товарищ привезти деньги, там, его, там, квартиросъемщику, на квартиросдателю на счет. Так я сделал, ты отправил этому, как, владельцу квартиру асмахту, чтобы был перевод. Он же эти все деньги увидит на счете, так он будет знать, что это за этого парня. Любая Кабала считает асмахта. Да. Любая Кабала считает асмахта. Да, но, 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 если вы будете в суде судиться, то вам нужно будет привести более серьезные документы. Чем Кабала? Да. Кабала, асмахта. Кабала, асмахта. Кабала, асмахта. Топ. Дальше Рама говорит, но мы с ней часто прочитаем. Я пишу тебе здесь большинство этих законов, и дальше мы им взяток, прочитаем, прочитаем их все вместе. Топ. Я надеюсь, что немножко-немножко нам удалось это правило укоренить. Хотя я знаю, что этого недостаточно, и я через неделю сделаю экзамен, и мы увидим, что вы забудете это. Тем не менее, повторение мальтиучения, языкание, так и так далее. Иначе, следующий абзац. Тов, шалом. Тов, шалом. Тов, шалом. Тов, шалом. Продолжение следует...